Всем привет! На рынке все больше и больше появляется коротковолновых трансиверов китайского производства. К сожалению, по качеству изготовления пока они очень сильно уступают нормальным трансиверам, Yezu, Icom и тому подобным, и софт очень часто к ним очень сырой. Но зато такие трансиверы стоят дешево, и поэтому они популярны среди радиолюбителей. Я продолжаю свой рассказ о таких трансиверах, и в этот раз расскажу о трансивере к Siego X6100 или 6100. Трансивер X6100 это кратковолновый малогабаритный радиолюбительский трансивер, позволяющий работать во всех КВ любительских диапазонах и в диапазоне 50 МГц. Мало того, в режиме приема он работает от 500 кГц до 55 МГц непрерывно, и в общем-то на передаче он тоже раскрывается для работы практически во всем этом диапазоне. Трансивер может работать как автономно от встроенной аккумуляторной батареи, так и от внешнего источника питания. Выглядит этот трансивер как большая передняя панель от радиостанции. Но это не передняя панель, а это весь трансивер целиком. Мало того, он содержит в себе источник питания и даже антенный тюнер. У этого трансивера очень много разных возможностей. Сейчас в этом видео я расскажу вам только об основных из них, а потом в дальнейшем о каких-то важных сложных функциях я сделаю отдельное видео. Итак, трансивер X6100 это трансивер, сделанный по SDR технологии с одним преобразованием частоты, то есть в трансивере есть гетеродин, синтезатор частоты и смеситель, на выходе которого получается практически низкочастотный сигнал, то есть нулевая промежуточная частота, которая потом оцифровывается аналоговым преобразователем и далее происходит обработка. Как видите, у трансивера цветной экран разрешение 800 на 480 пикселов, достаточно большое разрешение. Экран, кстати говоря, гораздо больше, чем у трансивера к SIEGO G90. Подобных тоже размеров и возможностей трансивер, но экран имеет очень маленький. У этого трансивера экран гораздо более крупный, смотреть в него гораздо удобнее и приятнее. Максимальная полоса обзора 100 кГц, то есть плюс-минус 50 кГц, в трансивере переключается в настройках два режима полосы обзора, плюс-минус 50 кГц, то есть ширина 100 кГц или ширина 50 кГц, то есть плюс-минус 25 кГц от центральной частоты. Когда мы перестраиваемся по частоте с помощью ручки полкудра, основной ручки настройки, то у нас смещается вся спектрограмма и водопад, то есть вся панорама у нас смещается, а центральная частота, наша рабочая частота всегда будет находиться по центру экрана. Нет режима, чтобы спектрограмма у нас оставалась неподвижной, а при вращении ручки в алкодер перемещался визир, то есть указатель настройки, в котором, кстати говоря, видно и ширину полосы пропускания. У меня, Борис, три знака вопросов. Будьте добры, только в УП-3. Своим приятелем, товарищем по эфиру. Напряжение встроенного источника питания у этого трансивера 8 вольт, то есть это двухэлементный, двухбаночный литий-полимерный аккумулятор. Внешний источник питания можно подключать с любым напряжением от 9 до 15 вольт, как нам заявляет, обещает производитель этого трансивера. Есть, естественно, встроенная зарядка аккумулятора, который можно включить и выключить в настройках трансивера. К сожалению, насколько я понял, по крайней мере вот в этом экземпляре, зарядка происходит при подключенном источнике внешнего напряжения и при включенном питании на трансивере. Если выключить питание, то зарядка не происходит, по крайней мере в этом экземпляре именно так. Все управление трансивером происходит с помощью программы, которая работает внутри него под управлением операционной системы Linux на процессоре ARM. Программа, кстати говоря, написана с использованием библиотеки Qt. Экран не тачскрин, не имеет функцию тачскрин, это просто экран. И все управление происходит кнопками, которые расположены на передней панели и на верхней стенке корпуса радиостанции. И, конечно же, возможности трансивера в первую очередь зависят от этой самой управляющей программы, поэтому от версии к версии программы возможности могут меняться очень сильно. Например, в более старых, более ранних версиях не было работы вообще с аппаратным модулем Wi-Fi, который есть в этом трансивере. Я буду рассказывать сейчас о трансивере, в котором установлена версия программы от 25 января 2022 года, то есть достаточно свежая программа. Корпус этого трансивера можно расположить по-разному, использовать по-разному, можно просто положить на стол вот так вот плашмя, можно поставить вертикально и смотреть не вот так. Есть на задней стенке, вернее на боковых стенках вот такие вот ножки открывающиеся, можно этот трансивер поставить опираясь на эти ножки, тогда он будет стоять под наклоном. Наиболее удобный вариант для работы за столом. Но мало того, можно использовать в диапазоне, например, 28 мегагерц или 50, там где он разрешен диапазон, можно использовать как большую крупную переносную радиостанцию, подключив к антенному разъему типа BNC какую-то антенну. И здесь вот на верхней стенке корпуса трансивера есть кнопка PTT, то есть можно нажимать кнопку PTT непосредственно на самом трансивере. Вот такая вот получается крупная переносная радиостанция. Ничто не мешает ее использовать в таком же режиме и например на диапазоне 80 метров, но естественно сами понимаете какая может быть антенна в переносном режиме на 80 метровом диапазоне. Выходная мощность передатчика этого трансивера во всех диапазонах 5 ватт. Программно он раскрывается для работы с мощностью 10 ватт при подключенном внешнем источнике питания 12 вольт. От встроенного источника 8 вольт конечно 10 ватт он не обеспечивает. Тангент и трансивер комплектуется многофункциональной с большим количеством кнопок, есть прямой ввод частоты, переключение диапазонов и основных режимов работы с этой тангентой. Абсолютно такая же тангента как и у трансивера к Сиегу G90. Подключается кабелем с разъемом RG45 и к самому трансиверу и к самой тангенте. Еще в комплекте с трансивером есть адаптер для питания его от сети и для зарядки от сети. Адаптер маломощный, вот такой вот маленький. Он не обеспечивает необходимую мощность для работы трансивера на передачу. Он нужен только для зарядки аккумулятора и работы трансивера в режиме прием. Также есть еще провод для того чтобы заряжать этот трансивер или питать от какого-то другого источника питания имеет провод на одной стороне разъем для подключения к трансиверу, а с другой стороны просто два свободных конца. Причем, судя по всему, провод у нас этот экранированный. Можно его подключить к своему собственному какому-то блоку питания или к аккумулятору в полях. Также в комплекте есть еще провод USB Type-C для подключения трансивера к компьютеру. Об этом подробнее немного чуть позже. На корпусе трансивера есть следующие разъемы. Разъем для подключения источника питания. Так и написано от 9 до 15 вольт. Разъем типа BNC для подключения антенны. Здесь же есть разъем на левой стороне 3,5 мм, на который выведены сигналы IQ SDR приемника. То есть можно подключить какую-то внешнюю звуковую плату и использовать свой собственный софт SDR. На другой стороне, на правой боковой стенке корпуса трансивера есть очень много разъемов. Здесь, во-первых, у нас разъем RG45 для подключения тангенты. Здесь разъем 3,5 мм для подключения внешнего громкоговорителя. 3,5 мм для подключения телеграфного ключа. И еще 3,5 мм некий аксессуарный разъем. Громкоговоритель кстати говоря естественно есть встроенный в этот трансивер. Он находится над ручкой валкодера, имеет очень маленькие размеры, звучит достаточно громко, но очень высокочастотно пискляво. Еще на этой же стенке корпуса боковой есть два разъема USB Type-C. Один из них USB Type-C девайс для подключения этого трансивера к компьютеру. При таком подключении у нас в компьютере образуется три устройства. Два ком-порта и звуковая плата с входом и выходом. И есть еще второй разъем USB Type-C, который работает в режиме USB хвост. К нему можно подключить мышку и клавиатуру для управления этим трансивером. И также еще у нас есть разъем для подключения карты памяти microSD. На эту карту памяти трансивер может сохранять настройки свои, может записывать звуковые файлы, которые мы потом воспроизводим в эфир. Не записи из эфира, а звуковые файлы, например общего вызова или какие-то еще. И также с помощью этой карты памяти SD у нас обновляется прошивка, так как производитель дает имидж карты, который нужно записать на эту карту, установить ее в трансивер, включить питание, и тогда трансивер загрузится не с собственной флешки, а с этой карты и произведет обновление прошивки. От внешнего источника питания напряжением 13,8 вольт потребляет этот трансивер ток порядка 350 мА плюс-минус в зависимости от яркости дисплея, от громкости и так далее. При отключенной зарядке встроенной батареи и при отключенном модуле Wi-Fi. При включенном модуле Wi-Fi потребление возрастает на 100 с небольшим мА, во-первых, во-вторых, при включенной зарядке встроенной батареи потребление еще возрастает на ток порядка 500-600 мА. В зависимости от степени заряженности батареи, так как когда батарея заряжена, то ток зарядки снижается. На передней панели есть под дисплеем 5 кнопок, функции которых меняются в зависимости от режима работы программы. И чтобы выбрать функции этих кнопок, есть еще шесть кнопок слева от дисплея над нижней ручкой. Нажимая эти кнопки мы переключаем как раз режимы работы нижних кнопок. Есть у нас основной режим дженерал, когда нижние кнопки под дисплеем вызывают диалоги настроек, радиостанции, от режимов отображения и так далее. Есть соответственно режим работы, когда эти нижние кнопки управляют, например, цифровыми фильтрами или же фильтрами, обеспечивающими основную полосу пропускания. В общем основные все режимы, трансиверы, выбираются с помощью кнопок под экраном, назначение которых выбираются с помощью кнопок слева от экрана. Вот такая вот у нас система управления. На самом деле она достаточно удобная, если к ней привыкнуть, то можно всем этим пользоваться очень быстро. Переключение все происходит практически мгновенно, никакого торможения пользовательского интерфейса не заметно. Еще из основных органов управления у трансивера есть две ручки, совмещенные с кнопками. Эти ручки расположены слева от дисплея, верхняя из них это ручка регулировки громкости. Эта же ручка регулирует у нас аппаратное усиление RF-гейн и она регулирует шумоподавитель. Три этих функции ручки переключаются с помощью нажатия на эту же самую ручку, когда мы на нее нажимаем, у нас меняется функция, которую она регулирует и отображается рядом с этой ручкой на дисплее соответственно уровень установленной громкости или шумоподавителя или RF-гейн. Нижняя ручка у нас тоже выполняет очень много функций, когда мы перемещаемся по каким-то меню настройкам, то есть если мы зайдем, например, в меню Radio Settings и там будем менять мощность или что-то еще, то мы с помощью вот этой левой ручки выбираем как раз параметр, который мы меняем, а с помощью правой основной ручки валкодера уже изменяем значение этого параметра. Но что удобно, когда мы выйдем из этого меню, например, с сохранением всех настроек, у нас остается выбран последний с вами параметр, например, сейчас это был параметр выходная мощность передатчика и сейчас эта многофункциональная нижняя ручка будет регулировать этот параметр выбранный непосредственно сразу, не заходя в меню, то есть мы можем сейчас регулировать мощность трансивера просто на ходу. Можем зайти в этот раздел настроек и выбрать какой-то другой параметр, например, вообще выбрать включение-выключение зарядного устройства Charger On-Off и выйти из меню. Соответственно, у нас эта ручка сейчас будет включать-выключать зарядное устройство, не заходя в меню. И так с любым другим пунктом меню. В том виде, в каком этот трансивер есть, сейчас с последней версией прошивки, скачанной с официального сайта, обеспечивает мощность 5 ватт и при питании от встроенной батареи, и при питании от внешнего источника питания. Но в интернет есть альтернативная версия управляющей программы, написанной с помощью библиотеки Qt под Linux. Если эту программу установить сюда на систему Linux вместо основной программы, которая была штатная в комплекте, то у нас с вами мощность раскроется до 10 ватт. Еще раз повторюсь, что функциональность и возможность подобной техники очень сильно зависит от версии программного обеспечения и других каких-то программных компонентов, которые входят в состав этого устройства. И поэтому в конкретно взятом вашем экземпляре возможности и особенности работы и параметры могут отличаться от моего просто потому, что у вас будет другая версия. Диапазоны частот трансиры переключаются как в большинстве любительских трансиров. Есть две кнопки вверх-вниз, с помощью которых мы переключаем диапазоны. Но на самом деле частоту можно набрать с клавиатуры любую, есть прямой ввод частоты. Для переключения режимов работы видов модуляции есть три кнопки, именно три, а не две, так как переключаются режимы не по кругу по списку, а переключаются они по группам. Есть группа SSB, соответственно для нее отдельная кнопка. Нажав ее мы включаем режим SSB и переключаем уже верхняя или нижняя боковая этой же кнопкой. Есть режим AMCM, одна кнопка под это мы ее нажимаем, включается режим AM. Нажимаем еще раз включается режим CHM и по кругу. И есть режим телеграф. Нажав эту кнопку у нас включается режим CW. Нажимая ее несколько раз можно переключать. У нас CW будет обычной, или же в нижней боковой, то есть реверсной. Мне кажется так тремя кнопками переключать режим гораздо удобнее, чем двумя кнопками вверх-вниз просто по одному длинному списку, как например сделано во всем известном трансивере Yezu FT817. И еще на верхней панели у нас есть здесь 6 кнопок, которые управляют различными функциями. Например включают-выключают антенный тюнер, включают-выключают предусилитель и аттенюатор, переключают режим работы VFO memory. Кстати памяти в этом трансивере 200 ячеек, для КВ вполне достаточно. И здесь же есть кнопка, которая переключает шаг настройки. Шаг настройки тоже может зависеть от версии. В значительно более старых версиях, чем сейчас, шагов настройки было два. 10 герц и 1 килогерц. Сейчас у этой версии шага настройки три. Это 1 килогерц, 100 герц и 10 герц. Возможно потом что-то появится еще новое в следующих прошивках, не знаю. Весит эта крупная переносная радиостанция 850 граммов, то есть если ее рассматривать как именно большую переносную радиостанцию, то она такая достаточно тяжелая. Емкость встроенной батареи заявлена производителем где-то на каких-то ресурсах 3,5 ампер часа, где-то 3 ампер часа. Я думаю, что нужно рассчитывать на худшее и иметь ввиду, что емкость там около 3 ампер часов, а реальная может быть даже немного меньше. При потреблении 350 миллиампер, только в режиме прием, при отключенном Wi-Fi, это якобы должно обеспечить работоспособность трансивера в районе 10 или там 8-9 часов. Но реально получается немного меньше. Я пробовал гонять его в режиме прием, видимо все-таки от яркости дисплея, от громкости зависит, то он работает несколько часов, часа 4-5-6, в зависимости опять-таки от того сколько раз я нажимался на передачу и так далее. Вероятно при работе трансивера от встроенного аккумулятора в нем включается какой-то преобразователь напряжения, который не работает при подключении внешнего источника или работает в другом режиме. И поэтому при отсутствии внешнего источника напряжения у нас видно две помехи слева и справа от центральной частоты, слева и справа на дисплее, они очень большого уровня эти помехи, они не зависят от диапазона частот, от рабочей частоты, то есть если я буду перестраиваться по частоте, помехи эти не смещаются никуда, если буду переключать диапазон частот, они тоже никак не меняются, то есть наводятся они куда-то видимо уже после смесителя, после преобразователя частоты, непосредственно на вход АЦП или на сам этот смеситель. Мало того, при подключении антенны у нас конечно же появляется множество сигналов из эфира и на фоне них уровень помех становится менее заметен, но на самом деле уровень помех остается такой же, то есть две эти помехи у нас всегда присутствуют даже при подключенной антенне. Единственное, что конечно же эти помехи мы не слышим на приемник, так как никогда они у нас не попадают в полосу пропускания, а всегда находятся слева и справа от рабочей частоты, но они только лишь мешают нам нормально наблюдать спектрограмму, то есть на спектрограмме всегда присутствует два левых сигнала. Вот такая вот крупная переносная радиостанция или очень маленький КВ-трансивер с автономным питанием и даже с антенным тюнером, сделанный по СДР технологии, работающий под управлением операционной системы Linux. Пока первоначальная информация на этом вся. В дальнейшем, если что-то будет интересное в этом трансивере обнаружено, что-то с ним интересно я сделаю, поиспользую его где-то в полях, то об этом расскажу вам отдельно. А сейчас пока на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с различных трансиверов, слушайте эфир, наблюдайте за разными сигналами, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Спасибо, 73. Пожалуйста, 40, Ульяна Икс, 5, Иван Ольга. Роман 3, Центр Федор, Ульяна Икс, 5, Иван Ольга. Евграф, добрый вечер, рад вас слышать. Роман 3, Центр Федор, Ульяна Икс, 5, Иван Ольга. Евграф, добрый вечер, рад вас слышать.